МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте. В студии Алина Ваучейская. И вот о чем расскажем сегодня. Парламентский сезон открыт. Депутаты окружного собрания приступили к работе. Накануне состоялось заседание Палаты законодательных предположений. О чем говорили народные избранники. Нарьенмарский шоколад с черникой, клюквой, жимолостью и смородиной. Ненецкие предприниматели объединились, чтобы создать эксклюзивный северный продукт. И строительство частных домов, благоустройство и развитие в Красном. В нашем эфире материал о том, как жители оленеводческого поселка делают свою жизнь комфортной. В Заполярье продолжается досрочное голосование. По информации Ненецкого избиркома, свой выбор уже сделали 380 человек. Из них 169 человек – избиратели Нарьенмарского городского округа. На избирательных участках Заполярного района досрочно отдали свои голоса 211 избирателей. Из них 18 человек проголосовали в малонаселенных пунктах, где избирательные участки не образованы. Деревни Мгла и поселки Варнаки 23 избирателя – оленеводы и чумработницы семейно-родовых общин поселка Нельминос, а также 44 избирателя СПК Ерф и Харп. Напомню, воспользоваться правом досрочного голосования могут лишь те избиратели, которые по уважительной причине не смогут прибыть на свой участок 8 сентября. Законодательством определен такой перечень – состояние здоровья, выезд на учебу, командировку, отпуск или на лечение, режим трудовой деятельности и иные уважительные причины. Добавлю, досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях началось 28 августа и завершится 7 сентября. Депутаты окружного собрания приступили к работе. Накануне состоялось первое после парламентских каникул заседание Палаты законодательных предположений. Его провел председатель регионального парламента Александр Лутовинов. Депутаты приняли к рассмотрению ряд законопроектов. В дальнейшем они будут рассмотрены на заседаниях профильных комиссий. В их числе проекты законов округа о внесении изменений в окружной бюджет, об установлении величины прожиточного минимума для пенсионера в Ненецком округе на 2020 год, о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Один из значимых вопросов, который волновал жителей региона – повышение дотации на школьное питание. Теперь она увеличится на 12%, но, как отметили народные избранники, это повышение никак не скажется на родителях, только на качестве и количестве порций. Через неделю состоится очередная сессия собраний депутатов, на которой мы рассмотрим прессию вопросы бюджетного процесса. У нас были увеличены средства нашим бюджетникам на индексацию заработной платы, на льготную дорогу, на приобретение основных фондах, на оборудование медицинских классов, медицинских кабинетов, школах и так далее. Поэтому мы сейчас, в предшествующий период, много ездили по населенным пунктам, для того, чтобы еще раз посмотреть, каким образом решаются вопросы на местах. В этот четверг, 5 сентября, состоятся заседания постоянных комиссий по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, и по экономической политике и бюджету. Напомним, в этом месяце запланировано проведение двух очередных сессий регионального парламента, первая из которых состоится 12 сентября. Вопросы эффективности мер господдержки малого и среднего бизнеса обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Александр Цибульский и бизнес-омбудсмен Герман Сопочкин. В частности, речь шла о результатах индекса административного давления на бизнес, которые были представлены аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России Борисе Мкитовым. Ненецкий округ в этом рейтинге занимает 14 место среди 81 субъекта федерации. Как отметил омбудсмен, результат неплохой. Количество плановых проверок надзорных органов в отношении субъектов предпринимательства снижается. При этом количество внеплановых увеличивается, штрафы растут. В документе отмечен достаточно высокий уровень давления на управляющие компании со стороны инспекции Гостроя жилнадзора Ненецкого округа. Выше только у соседей в Архангельской области. И вот здесь у нас по Ненецкому округу представлено, что 103 поставления было внесено в отношении 19 организаций. Мы сравнили с Мурманской областью. Именно показатели там у них было 294 поставления в отношении 51 организации. И сравнили средний штраф, который был назначен по управляющей компании. У нас получается, что средний штраф на одну управляющую компанию состоял порядка 713 тысяч рублей. В Мурманской области этот штраф состоял 353 тысячи рублей. То есть здесь надо уже посмотреть, почему-то причины вот этих вот, такой разницы. Глава региона рекомендовал уполномоченному провести анализ результатов рейтинга с привлечением специалистов профильных ведомств. Мы не раз говорили, что работа с бизнесом, поддержка, недопущения административного давления на бизнеса – это задача номер один для развития экономики округа. Кроме того, в ходе встречи губернаторы и бизнес-омбудсмены обсудили также вопросы доступа производителей местной продукции к участию в конкурсных процедурах на поставку товаров в образовательные учреждения округа. Здесь было бы дать возможность им хоть раз взять этот опыт, и потом в дальнейшем в конкурентном борьбе уже участвовать. Цена будет снижаться, соответственно. Качество продукции тоже соответствует своему требованию. Это у ЕРВА. А если кто-то другой придет участвовать в этом? Ну, опыт у него обязательно должен быть. До 500 тысяч рублей опыт не требуется. Свыше 500 – опыт требуется. Давайте посмотрим. Хорошо. Рассмотрели и вопрос о возможном снижении стоимости выкупа земельных участков у предпринимателей. Так, в настоящее время цена на выкуп земли определяется органом исполнительной власти субъекта. Владелец земельного участка имеет право выкупить его по цене в размере 60% от его кадастровой стоимости. Эти нормы в регионе установлены по аналогии с соответствующим постановлением правительства в отношении федеральной собственности. Александр Цибульский заявил о готовности рассмотрения этого предложения. Черника, клюк, вожимолость и смородина. Шоколад местного производства с ягодной начинкой появится в ближайшее время в Нарьинмаре. Благодаря проекту «Наставничество» Центра развития бизнеса Ненецкого округа два региональных предпринимателя объединились, чтобы создать свой эксклюзивный продукт. Подробнее в следующем сюжете. Оборудование для производства сублимированных продуктов предприниматель Владимир Верейкин приобрел с помощью окружного гранта. Если раньше оно было предназначено только для изготовления пищи для братьев наших меньших, то сейчас здесь готовят начинку для Нарьинмарского шоколада. Выставляется здесь режим временной, здесь температурный. Дальше, соответственно, она проходит время, отключается сама. Достаем, уже готовый продукт. В частности, сушится она при температуре, вот эта партия начальная, она была сделана при температуре 50 градусов и ей понадобилось порядка 28 часов. Одну из первых оценила новшества руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко. Мне очень понравилась сжималость, я даже не ожидала, что она в сухом качестве такая вкусная. Ну и, конечно, радует то, что у нас будет новая линейка продукции из шоколада, что у нас Никита Янчев расширяет производство благодаря проекту наставничества и то, что более, так сказать, опытные производители уже кормов его помогают, сушат. Ну, а со временем, я думаю, что планы предпринимателей достаточно серьёзные, они расширяют свой бизнес и это, конечно, радует. В прошлом году Никита Янчев выиграл окружной грант и получил финансовую поддержку из бюджета региона на реализацию бизнеса по производству шоколада. Уже тогда начинающий предприниматель стал задумываться о том, как сделать продукцию разнообразной. Продукт должен получиться с местными ягодами, то есть шоколад должен получиться с чем-то местным. Изначально такая идея была, то есть как-то его шоколад освоить на месте, то есть он должен быть с чем-то национальным. То есть вот ведутся, на сегодня ведутся разработки, Володя помогает, и что-то должно по итогу получиться. То есть потом мы будем отправлять ягоды на исследования, насколько там остаются полезные вещества и вообще вкусовые качества какие-то. Так как своего оборудования у Никиты нет, помочь осуществить задуманное вызвалось предприятие «Заполярный олень» благодаря проекту наставничества Центра развития бизнеса. Взаимодействовать друг с другом окружные предприниматели могут и самостоятельно. При этом также рассчитывать на поддержку специалистов ЦРБ. Здесь наглядный пример кооперации предпринимателей. Дальше мы подключаемся со своей стороны, помогаем брендировать вот эту нашу продукцию и поможем с маркетингом и продвижением товара. То есть мы подключим всех наших местных, сделано в НАУ, мы подключим наших рестораторов, мы подключим все наши точки притяжения туристов и даже местных жителей. Суть проекта наставничества заключается в том, чтобы более опытный предприниматель помог начинающему коллеге в производстве продукции. Мы сейчас ставку делаем именно на производителей продукции. Если «Заполярный олень» у нас производит уже продукцию, вышел на рынки, как вы слышали, Владивосток, у него очень крупная поставка, он участвовал в ряде выставок, то начинающий предприниматель Никита Янчев, он пока начинал с шоколада, делал его, тоже пользовался спросом шоколад на наших всех ярмарках, выставочных мероприятиях. То сейчас, когда шоколад будет уже с мясной ягодой, это, конечно, совсем другая история, это совсем другое качество, и это марка округа, это наша изюминка, так сказать, нашей территории. Попробовать и оценить новый совместный продукт двух предприятий жители округа смогут на гастрофестивале 15 сентября. Кроме того, шоколад с местными ягодами планируется презентовать на Маргаритинской ярмарке в Архангельске. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Строительство магазина Нарьинмарского городского потребительского общества в новом микрорайоне Нарьинмара продолжится при финансовой поддержке окружных властей. Готовность помочь одному из старейших в регионе потреб обществ глава региона выразил в ходе встречи с его руководителем Светланой Паюсовой. Микрорайон авиаторов новый, комфортный, яркий, растущий. Здесь уже есть свой детский сад, скоро будет сдана в эксплуатацию. Самая современная в регионе общеобразовательная школа не хватает. В районной инфраструктуре магазина, где в шаговой доступности можно приобрести все необходимое. Ну и полностью продовольственные, хозяйственные, промышленные. Потому что приходится ездить в другие магазины. А где вы обычно хлеб покупаете? Я езжу в городешке, там покупаю все продукты, там просто все магазины. Нету здесь даже продуктового, только туда, через дорогу надо, и то там не все продукты есть. Здание торгового объекта возводят здесь за счет собственных средств городское потребительское общество. Сдали бы в эксплуатацию раньше, в 2018 году, но вначале из-за позднего открытия навигации застройщик не смог поставить в округ необходимые материалы. А теперь своих оборотных средств у общества на достройку торгового павильона, к сожалению, не хватает. Этой проблемой поделилась главой региона председатель Горпон. У нас сегодня расходы очень большие, возросли налоги, все коммунальные услуги, доходы, к сожалению, и обороты стали падать. Сегодня в городском потребительском обществе работает более 170 человек. Новые торговые точки – это еще и новые рабочие места. Окружные власти готовы помочь Горпо завершить объект и улучшить качество жизни в новом растущем микрорайоне. Микрорайон авиаторов растет, люди туда заезжают. Сейчас еще будем сдавать дома Сущинского, куда-нибудь еще порядка 200 семей. И, конечно, им крайне нужен этот магазин, где они могут получать все необходимое. Действительно, магазин здесь необходим. Ближайший, где можно приобрести продукты и сопутствующие товары «Заря» на улице Октябрьской. Кстати, также торговый объект городского потребительского общества. Я готов поддержать и считаю, что это будет правильным, с учетом того, что 170 человек работают под этим обществом. Большой, серьезный работодатель, который является в том числе и в общем довольно приличным налогоплательщиком в нашем округе. Единственное, у меня будет обязательное условие разработать такое соглашение, что мы дополнительно создаем рабочие места под эту помощь. И стараемся не закрывать магазины. Речь идет о закрытии магазина в микрорайоне «Сахалин», который был единственным магазином шаговой доступности для населения на этой территории. Обслуживал жителей микрорайона «Совхоз». Ой, конечно, неудобство. Это же… Мы такой возрастом, мне 84-й год, и это куда-то ходить, это очень неудобно. А что вы покупали в магазине, что вот вам нужно и как часто вам нужно? Ну, все, что необходимо, я все убрал здесь. А сейчас как справляетесь? Ой, плохо. Я ходить худо могу, а жена у меня вообще плохо. Не ходит даже, только здесь ходит. Конечно, неудобно. Меня дочери возят, то в одну, то в другую. А сколько раз вам нужно в неделю в магазин? Не знаю, я двоем, с сестрой живу. Раза-два в неделю надо, чтобы святый хлеб купить. Закрытие единственного магазина в этом микрорайоне председатель городского потребительского общества объясняет убытками. Объясню почему. Потому что вывезли с «Совхоз» жителей полностью оттуда. Осталась, значит, вручка 10-17 тысяч в день. Расходы очень большие. В том году полтора миллиона был убыток. За последние полгода, по словам Светланы Паюсовой, убыток составил более 600 тысяч рублей. Однако глава региона считает, что отсутствие магазина шаговой доступности влечет за собой социальную напряженность среди населения. Если коммерческая организация имеет преференции за кружного бюджета, то, по крайней мере, она должна идти навстречу населению в своей работе. Глава городского потребительского общества заверила Александра Цибульского, что достигнутые во время встречи договоренности будут выполняться. А также сообщила, что в микрорайоне авиаторов, уже готовой части торгового павильона, в ближайшее время откроется небольшой отдел продовольственных товаров. Ольга Русул, Ольга Малыгина, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Наш следующий материал из поселка Красное. С каждым годом административный центр Приморско-Куйского сельсовета растет и хорошает. Близость к окружной столице, устойчивое транспортное сообщение, трудолюбие красновчан и их искренняя любовь к родной земле способствуют интенсивному развитию оленеводческого поселка. Отличительная черта – массовое строительство. Возводятся новые многоквартирные и частные жилые дома. Строятся дороги и социально-культурные объекты. Слово Александрия Литковой. Когда мы сюда приехали, там нового березового поселка вообще не было. И домов сейчас там разрослось, второе красное. Ну вот тротуары стали стоить, раньше все песок везде был. Сейчас удобно ходить стало. Ну в общем, делается что-то к лучшему. Поселок Красное на сегодняшний день лидер по строительству частных домов в регионе по федеральной программе строительства домов на селе. Также активно здесь за счет средств регионального бюджета строится жилье для переселения из ветхого и аварийного жилфонда. А вот очередь на жилье по соцнайму в последние годы не двигается. Сейчас в ней состоят порядка 70 жителей муниципалитета. Ну и к сожалению, именно по этой очереди ситуация никак не двигается. То есть полномочия по строительству и приобретению жилья здесь находятся у органов власти Заболярного района. Ну и вот за последние годы именно по этой категории в Красном не строилось и не приобреталось жилье именно для этой категории лиц. Вот здесь как бы ситуация посложнее, скажем так. Благоустройство поселка тоже не стоит на месте. За последние несколько лет здесь появились несколько детских площадок, строятся тротуары, в сентябре будет проведено дополнительное освещение улиц. Все для удобства жителей. В рамках федерального и регионального проектов «Безопасные и качественные дороги» ремонтируется центральная дорога поселка. Большая сторона, конечно, изменилась очень даже. Что изменилось? Ну, дороги строят. Ну, зелени больше стало. Побольше новых домов стало. Поселок преображается, так что будет как современный, значит, один из первых поселков, который газифицирован. При этом острой проблемой для сельчан остается аварийный мост через протоку Захребетное. Переправа на другой берег сегодня крайне проблематична, ведь лодки есть не у всех. А ведь там расположено единственное кладбище поселка, а также объекты колхоза «Харп». Мост был построен в 2005 году, представляет собой временное сооружение. Это временный мост военный. Но сегодня он находится в аварийном состоянии, что подтвердило обследование, проведенное специализированной организацией в конце 2018 года. Но сегодня, можно сказать, что уже решен вопрос по финансированию проектирования капитального ремонта этого моста. То есть органы власти Заполярного района дали по этому поводу уже нам ответ, что эти деньги будут предусмотрены в бюджете района. Но надеемся, что это проектирование закончено в этом начале следующего года. И если все сложится удачно, то будем надеяться, что в следующем году нам удастся решить и эту проблему с этим мостом. Вопрос выделения финансирования на разработку проектно-смертной документации будет вынесен на ближайшую сессию Совета Заполярного района. Александра Литкова, Владислав Ткачев, телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Ямагочи». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.